Курс обучения игре на клавишном синтезаторе. Уровень 2. Синтезатор с автоаккомпанементом. Урок 16. Педагогический репертуар для фортепиано. Моцарт. Минуэт. Здравствуйте, мои дорогие ученики, подписчики и случайные зрители нашего канала. Вы смотрите 16 урок 2 уровня курса обучения игре на синтезаторе. А это значит, что с вами снова я, его автор и ведущий Алексей Марковский. Сегодня мы с вами займемся тем, что разучим новую пьесу педагогического репертуара. И это будет пьеса нашего любимого композитора, очень популярного не только в России, но и во всем мире, Ольгбенгам Адей Моцарт. Пьеса эта называется Минуэт. Но прежде чем мы приступим к разбору новой пьесы, вы можете посмотреть предыдущую. Она в 60-м уроке, в итоговом у меня сыграна. По традиции я обычно, когда разбираю новую пьесу, играю в готовом виде старую. Но дело в том, что предыдущая пьеса педагогического репертуара была мною сыграна в 60-м итоговом уроке первого уровня. Посмотрите, там она должна быть. А вот сегодня мы с вами разберем еще одну пьесу Моцарта, которая называется Минуэт. Почему я такое внимание уделяю педагогическому репертуару? Ну, потому что это важно, потому что именно для фортепиана. Фортепианный педагогический репертуар. Почему? Потому что синтезатор не очень предназначен для развития техники игры. Потому что другая динамика клавиатуры более легкая. Клавиши пластмассовые, а у фортепиана они деревянные. И они другого размера. Фортепианные клавиши они шире. И короче немножечко. То есть, они немножко, чуть-чуть, на миллиметр разница. Но уже разница. Понимаете? И вот это приводит к тому, что просто одни и те же упражнения на синтезаторе нужно выполнять больше, как по количеству. Просто их надо больше делать. Но если, например, вы играете гамму 4-5 раз, то на синтезаторе надо играть 6-7 раз. Но если у вас в доме есть пианино, ну тогда гаммы, тюды, упражнения, ганом, например, да и, собственно говоря, пьеса педагогического репертуара, играйте лучше на пианино. Ваши пальцы лучше будут развиваться. Ну а если, значит, нет инструмента, то тогда играйте на синтезаторе, но чуть побольше. И вот сейчас мы разберем новую пьесу, которая называется Минуэт. Минуэт это средневековый бальный танец, парный. Который, ну, можно считать, наверное, предшественником вальса. Потому что он тоже написан в размере 3 четверти. Как и вальс. Но только если вальс, танец в основном быстрый, быстрого темпа, ну или, по крайней мере, среднего. Бывают, конечно, медленные вальсы, но это очень невероятно. Если мы с вами вспомним вальсы Штрауса, то они, как правило, довольно быстрые. А вот Минуэт как раз, наоборот, играется медленно. Но в лучшем случае в темпе модератора. А иногда можно встретить в каких-то нотах такую надпись, темп, указание темпа. Темпо диминуэтто. Темп Минуэтто. То есть, это определенный темп, это медленный темп. И вот нам с вами какая-то пьеса очень подойдет, потому что в развитии техники, вот, надо начинать с пьес медленного и среднего темпа. Ну вот, теперь давайте разберем. Как мы с вами уже видим, мы с вами уже люди довольно опытные в чтении нот, в разборе нот. Легко определяем тональность, потому что нет знаков при ключе, значит это до мажор. А то, что это именно до мажор, легко понять из того, что начинается с ноты до и разрешается в ноту до. Только в разных октавах. Начинается с второй, а заканчивается с первой. Итак, партия правой руки, в которой основная нотия. Как правило. Вот такие ноты. Считаем мы раз и два и три и, потому что здесь есть восьмия. Раз и два и три и. Раз и два и три и. Какие же здесь пальцы? Ну вот тут первые два не стоят, не проставлены. Первые два пальца не проставлены, а стоит только третий. Ну, первый палец берет ноту до, значит, трудно догадаться, что первый раз ноту до берет тоже первый палец. Ну, а ноту ми вполне может взять второй. Но! Вот дальше у нас будет с вами до диез, и вот до диез удобнее взять вторым. Ну, а тогда, наверное, ми легче взять третьим, чтобы не повторять, да? Вторым пальцем две ноты подряд не брать. Смотрите. Проставьте пальцы какие бы, как вам удобно в нотах. Вы же будете переписывать это в ноты. Ну, пьеса короткая, всего из шестнадцати тактов состоит. Ну, с репризами получается 32 такта, но, в общем, все равно короткая. Писать-то всего две строчки. Ну, четыре. Ну, и вот, поставьте сразу все пальцы. Или если вы умеете ставить пальцы и вообще вносить какие-либо поправки в файл формата PDF в соответствующем редакторе текстовом, ну, пожалуйста, ставьте пальцы здесь. Лучше и быстрее будет, если вы в нотах запишите это и поставите пальцы в нотах. Итак, первый, третий. Первый, третий. Второй играет до диез, но третий играет ре. И вот этот весь кусочек из двух тактов, все ноты залегованы. То есть, все это играется легато. Смотрите. Вот это все. Вот это все играется легато. А дальше можно оторвать и снова сыграть первым. Такая же секвенция, только с ноты ре. Ре, фа, ре, ре, диез, ми, ми. Да, и опять отрываем. И дальше пошло. Раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и раз, и два, и три. Вот, смотрите. И вот здесь какая аппликатура, я предлагаю вот какую. Значит, ми взять вторым, соль четвертым, а фа диез, то есть вы видите, да, что получается у нас. У нас опять происходит модуляция. Переходит наша тема в тональность соль мажор, на что нам указывает в конце восьмого такта. В восьмом такте уже есть нота соль, да, то есть и здесь басун тоже соль забегает вперед. Скажу, что в левой руке у нас все перейдет в соль мажор, да, временно. Ну, вот смотрите, значит, вторым мы играем ми, соль играем третьим, фа диез играем четвертым, фа диез играем третьим, а ля пятым. Почему? Потому что если мы с вами сыграем, да, вот так, то есть у нас получится четвертый, значит, второй, четвертый, третий, пятый, четвертый, первый, четвертый, второй. Третий играет ре диез, а четвертый, или можно сыграть так, четвертый, первый, да, соль играется четвертым, а ре играется пятым. Две ноты подряд ре играются первым пальцем, значит, а дальше ре диез играется вторым, а ми играется третьим. И дальше у нас идет шесть восьмых нот подряд, быстро, да, быстрая смена, и мы здесь делаем смену пальцев. Третий, первый, четвертый, третий, третий, первый, третий, потому что ноты у нас ми, до, си, ля, соль, фа, диез, соль. Значит, мимо сыграем с вами третьим, до сыграем первым, а си снова третьим. И дальше у нас пойдет второй, первый, второй, второй, первый. И у нас вот так вот будет такая аппликатура. Проставьте эти пальцы, я у себя в редакторе, в видеоредакторе поставил пальцы, вот поставьте те, которые я поставил. Я думаю, что так будет удобнее. Ну, дальше у нас идет реприза, мы их не повторяем в момент разучивания, а дальше идем во вторую часть. Вторая часть начинается в соль-мажоре. И нет никаких причин, чтобы не сыграть первым пальцем опять соль. Раз у нас здесь первый палец, значит, и продолжает играть первый палец. Второй, первый, первый, да? И дальше у нас опять идет смена, и уже идет фа-бикат. Значит, не трудно предположить, что тема возвращается в до-мажор. Раз у нас фа-бикат, значит, все, возвращается в до. Да? Пятый, первый, второй. А какой же может быть? Значит, смену надо делать. А здесь у нас ля первым пальцем, да? Ля, до, си, ре, до, ми, соль. Ну, до, ми, соль легко и сыграть ля, 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 до, си, ре. То есть первый, третий, второй, четвертый, третий, пятый, первый. И то же самое делаем, что и в предыдущей части, только ноты будут. Соль, диэ, соль, ля, ля, фа, ми, ре, до, си, до. Вот. То есть второй, первый, второй, третий, первый, третий, второй, первый, второй, первый. Вот и все. Вот партия правой руки. Ну, а теперь партия левой. И посмотрите-ка, она довольно интересная. Она в основном ключе, да? Но с пропуском первой доли. И это происходит в первых пяти тактах. И считать мы будем без и, потому что у нас нет восьмых в левой руке. Поэтому можем посчитать так. Так будет удобнее. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Какие здесь пальцы? Здесь стоят пальцы только в одном. Во втором такте. Где си и соль ноты. Первый, второй. Но не трудно предположить, что если мы играем внизу, и у нас расстояние, собственно говоря, септима большая, между до и соль, да? Ну, это не лигато, это здесь отрываются ноты. Но все равно до, то есть можно сыграть третьим, пятым, мини и до, да? А первый, а си и соль сыграть первым, вторым, как написано. И второй раз тоже сыграть первым, вторым. А до и до сыграть первым и пятым, да? Вот, собственно говоря, очень удобная аппликатура. Ну, и дальше у нас идет тоже пропах первой доли. И идут ноты вот это вот. Вот этот штрих, вот этот вот, я его сейчас крупно возьму, вот этот вот в левой руке, называется tenuto или portato. Это одна из разновидностей нон-легато, то есть не слитного, но отрывается в последний момент палец. Да, вот так вот играется. То есть в последний момент отрывается. То есть разница, видите, да? Вот теперь разница между tenuto и нон-легато обычным, да? А стаккато здесь нет, но стаккато будет вот так. Да? Вот. Но его здесь нет. Значит, вот играем так. Но в медленном темпе, почему я на этом заостряю внимание, потому что в медленном темпе это заметно. В быстром незаметно, когда вы там руку отрываете, никто не будет слушаться. А вот в медленном темпе, да и в среднем, это может быть заметно. Ну, это штрихи. Это мы, когда уже, когда уже все выучено, вот тогда мы и занимаемся штрихами и нюансами. Дальше у нас партия идет следующим образом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, перешли в соль мажор. Соль, ре, соль. Ну и дальше у нас развивается тема в соль мажоре. Это уже вторая часть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, раз, два, три. То есть до, да? И здесь надо успеть, то есть мы берем с вами эту ноту до пятым, а эту первым. Но мы, конечно, тянуться не будем, тем больше, здесь не надо. Это монгрегатор. Раз. То есть нам надо от до нижнего, большой октавы, успеть допрыгнуть до фа малой. Довольно большое расстояние. Ну, так-то мы, конечно, не дотянемся, потому что это... Но тянуться и не надо. Это нелегатор. Фа. 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 Ми. 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 Да, все ноты. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, собственно говоря, и вся партия. Вот так этот минуэт выглядит по отдельности, правой и левой рукой. Ну, а в готовом виде я его сыграю тогда, когда мы будем разбирать следующее произведение. Вот, по сложившейся уже у нас традиции. Ну, и на этом я заканчиваю наш сегодняшний урок. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok